Был как-то период, как-то приплывал к нам диван. Бутылки, полторашки и прочее. В основном тряпки, мусор. Чего только не попадает в канализацию, что выбрасывать категорически запрещено. Здесь все как на ладони. В этой секции задерживаются отбросы крупнее 5 мм. И происходит, пожалуй, самый показательный момент. Большой и сложной системы по очистке стоков, поступающих из нескольких районов. В общем-то, половины нашего города. За сутки здесь могли бы очистить 200 тысяч кубов стоков. Так и было еще лет 5 назад. Однако сейчас жители стали экономить на воде, ставя счетчики. И сюда поступает вдвое меньше прежнего, но с большей концентрацией отбросов и вредных веществ. К примеру, азота, который содержится в моющих средствах. С 17 мг на литр произошло увеличение до 60. Говорят, это негативно отражается и на самом процессе очистки. Страдают микроорганизмы, участвующие в биологическом этапе. А летом от неприятных запахов страдают горожане. Увеличилась концентрация, соответственно, больше запах появилось. И основной, наверное, момент, я бы назвал это то, что, когда проектировались эти очистные сооружения, значит, участвовалась роза ветров. То есть преимущественный был юго-западный ветер. То есть как бы ветер в основном дул от города в сторону Аби. Эксперты говорят, неприятные запахи не только наша проблема, но и всех крупных городов, где построены очистные сооружения открытого типа. И когда их возводили, были совершенно другие реалии. В первую очередь климат. В Бурнауле, правда, амбре не превышает предельно допустимую концентрацию. Тем не менее, решать проблему необходимо. Мы находимся на Иловых картах, где складируется осадок, оставшийся после очистки источных вод, на очистных сооружениях канализации номер один города Бурнаула. Именно они в летний период иногда являются источником неприятного запаха. Рассматриваются пути нейтрализации этой проблемы. Одна из самых реальных – это утилизация осадка на специальном производстве, которое должно быть оборудовано. Рассматриваются варианты, просчитываются возможности, насколько это для города будет оптимально. Когда точно до Бурнаула дойдут новые технологии, вопрос открытый. Но, говорят, водоканали не раньше, чем через три года. Это в лучшем случае. А пока самый надежный индикатор проявления такого побочного явления – погода. И чем она летом холоднее и безветреннее, тем больше шансов дышать легко и свободно.